Тема пятнадцатая. Правление Николая I. 1825-1855 годы. Параграф первый. Централизация управления империей. После смерти Александра I в 1825 году на русский престол вступил третий сын императора Павла Петровича Николай I. Вопреки устоявшемуся мнению о нем как о посредственности с кругозором ротного командира, Николай I на самом деле был весьма образованным и развитым человеком, активным, энергичным и решительным монархом. Победа над Наполеоном и создание Венской системы выдвинули Россию на передовые рубежи в европейской политике. Российский император добровольно взял на себя роль жандарма Европы и ничуть ее не стеснялся, даже гордился, поскольку основная жандармская функция заключалась прежде всего в соблюдении порядка. Восстание декабристов, а затем польское восстание 1830-1831 годы лишь укрепили уверенность Николая I в пагубности человеческой свободы и самостоятельности общества. Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока я буду императором, — говорил император. Самодержавный принцип в царствовании Николая I получил свое классическое оформление и был возведен в абсолют. Желание императора осуществлять личный контроль над всеми процессами, происходящими в государстве, привело к необходимости усиления централизации, что выразилось в создании в 1826 году собственной его императорского величества канцелярии. Канцелярия состояла из шести отделов, которые вели работу по важнейшему направлению внутренней политики, главным из которых становится третье отделение, возглавляемое Бенкендорфом. Его основными функциями стали политический сыск и надзор. Для выполнения этих функций был сформирован корпус жандармов. Страна оказалась поделена на пять жандармских округов. Для усиления самодержавия Николай I считал необходимой регламентацию всех сторон российской жизни. Император любил повторять, что царская власть должна опираться на закон. С этой целью Второе отделение императорской канцелярии под руководством Спиранского осуществило в 1833 году систематизацию, кодификацию российских законов. Итогом этой титанической деятельности стало полное собрание законов Российской империи и свод действующих законов Российской империи. Параграф 2. Сословная политика Дворянство было важнейшей опорой трона, поэтому в сословной политике правительство руководствовалось необходимостью его поддержки, так как в экономическом плане оно беднело и разорялось, а в социальном размывалось. Стремясь спасти благородные сословия от засорения выходцами из податных сословий, правительство в 1845 году внесло изменения в табеля рангах. Класс чиновника, дававший дворянское звание, теперь стал значительно выше. Положение дворянства укреплялось и другими способами, например, отсечением бедных дворян от государственной элиты путем введения имущественного ценза для занятий общественных и государственных постов. Положение дворянства непосредственно связано с крестьянской проблемой и крепостным правом в целом. Выступая в Государственном совете при обсуждении законопроекта об обязанных крестьянах, в 1842 году Николай I заявил, «Нет сомнений, что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, более гибельным». Император опасался, что уничтожение системы крепостного права неизбежно затронет и дворянство, опирающееся на эту власть. В этом и заключался ответ на вопрос о том, почему многочисленные законопроекты по крестьянскому вопросу так и не были реализованы. Тем не менее, в царствовании Николая I происходит ограничение крепостного права. Проявляется тенденция к постепенному освобождению крестьян. Запрещаются продажи крестьян в розницу, покупка крестьян безземельными дворянами. Кроме того, в 1837-1841 годах была проведена реформа управления государственными крестьянами. Параграф 3. Политика в области народного просвещения Самодержавный принцип правления Николая I предполагал жесткий государственный контроль за общественной жизнью. При этом особую заботу императора вызывала печать литература и образование, где, по его мысли, коренился революционный якобинский дух. В 1827 году специальным указом запрещалось обучение крепостных в гимназиях и университетах. По школьному уставу 1828 года система образования приобретала сословный характер и подразделялась на три категории. Одноклассные приходские училища для детей низших сословий, трехклассные уездные училища для детей мещан и купцов, семиклассные гимназии, готовившие к поступлению в университеты для детей дворян. Университетский устав 1835 года практически ликвидировал автономию университетов и устанавливал строгий полицейский контроль за студентами. Отменялось преподавание философии и других вредных наук. В то же время, стремившийся не просто пресечь нежелательные тенденции в духовном развитии страны, но и направить его в нужное русло, Уваров до известной степени поощрял просвещение. В этот период закладываются основы профессионального образования в России. Были открыты новые учебные заведения, удовлетворявшие в первую очередь практическим потребностям государства. Технологический институт и строительные училища в Петербурге, неживой институт в Москве. При университетах создаются технические, юридические и медицинские факультеты и кафедры. Учреждаются специальные учебные заведения, в том числе и военные. Несмотря на сословный характер образования, нередко в гимназиях и университетах, особенно на технических и медицинских факультетах, вместе с дворянами обучались разночинцы, лица, не принадлежавшие ни к пододному сословию, ни к дворянству. Параграф 4. Финансово-экономическая политика В 1839-1843 годах была осуществлена финансовая реформа Канкрина. В основу денежного обращения был положен серебряный рубль и установлен обязательный его курс по отношению к бумажным ассигнациям 1 к 3,5. Ассигнации изымались из обращения и обменивались на кредитные билеты. Это нормализовало хозяйственную жизнь страны и на время укрепило ее финансовое положение. Стали заметны буржуазные тенденции в экономике. Утверждая протекционистскую политику, государство установило пошлины на импортируемые товары, способствовало организации крупных промышленных выставок. Кроме того, было принято стратегическое решение о строительстве железных дорог. Однако Крымская война значительно подорвала финансовое положение России. Стремясь покрыть растущие расходы, правительство не раз прибегало к денежной эмиссии. Дефицит бюджета за 1853-1856 годы вырос в шесть раз, а инфляция составила 50% в год. Финансово-экономическая несостоятельность правительства, грозившая социальной напряженностью, требовала проведения полирадикальных реформ. Параграф 5. Внешнеполитическая доктрина Российской империи Созданная в 1815 году венская система с одной стороны стабилизировала силы в Европе, с другой заставила российское правительство задуматься о путях развития страны и определить основные стратегические интересы. Интересы Российской империи базировались на доктрине континентального развития, в отличие, например, от морской державы Великобритании, которая увеличивала свои континентальные владения, опираясь на могущественный военно-морской флот. Соперничать на море с Англией, а впоследствии и с США, России было не под силу, и поэтому расширение государства происходило путем постепенного приращивания территорий. Принцип континентального развития России оформился в первой четверти XIX века и развивался вплоть до начала XX. Исходя из этого принципа, в частности, было отказано в просьбе короля единого гавайского государства Камехомеха I о присоединении Гавайских островов к территории России и Продана Аляска в 1867 году. Параграф 6. Россия и Священный Союз. Европейская политика России в этот период определялась установкой на поддержание политического равновесия на континенте. Священный Союз представлял дипломатическую основу для борьбы с революционным движением в Европе, но не всегда участники Союза были едины. Революции во Франции и Бельгии в 1830 году, хотя и вызвали негодование европейских монархов, не были подавлены. Причина крылась в их нежелании отдать ведущую роль Николаю I, который пытался организовать интервенцию и во Францию, и в Бельгию. Этому помешали внутренние проблемы России, связанные с восстанием в Польше 1830-1831 годов, а также соперничество Австрии и Пруссии по вопросу объединений Германии. Тем не менее, когда в 1848 году очередная революция, вспыхнувшая во Франции, перекинулась на территорию Венгрии, австрийское правительство умоляла Россию спасти и государство, и династию Габсбургов. Николай I, верный идеям Священного Союза, двинул армию под командованием Паскевича в Венгрию и подавил революцию. Успешная операция небезосновательно выводила императора России на роль вершителя судеб Европы. Параграф 7 Восточный вопрос Особую роль во внешней политике России XIX века играл так называемый Восточный вопрос распространения влияния на Балканские и Ближневосточные регионы, установление контроля за Черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы, входившими в сферу особых экономических и военно-стратегических интересов России. Восточный вопрос обострел противоречия между Россией, Францией, Англией, Австрией и Пруссией, возникшие вследствие стремления этих стран поделить между собой владения ослабевающей Османской империи, в первую очередь европейские. В 1821 году в Греции вспыхнуло восстание против турецкого ига. Весной 1826 года Англия и Россия подписали в Петербурге протокол о сотрудничестве в примирении Турции и греков. Следуя букве протокола, русское правительство предъявило Турции ультиматум о предоставлении Греции автономии. Получив отказ, союзная эскадра в октябре 1827 года разгромила турецкий флот в Новоринской гавани. В ответ Турция объявила Священную войну России. Итогом стремительных действий русских войск стало заключение Адрианопольского мирного договора. По его условиям к России отходили острова в дельте Дуная, Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубань до Поти и Ахалцыхская область гарантировалась широкой автономии для Греции, на основе которой в 1830 году было провозглашено создание независимого греческого государства. Ослабление Османской империи привело Николая I к мысли о возможности ее раздела. Поддержку своих планов он пытался найти у Великобритании, но она вела свою политику, и чрезмерное влияние России на Ближнем Востоке и Балканах не входило в сферу ее интересов. Предложение российского императора разделе Османской империи не было поддержано. Более того, британская дипломатия вновь приобрела антироссийскую направленность, что в конце концов привело к союзу Англии с Францией против России. Неразрешенность восточного вопроса стала одной из причин Крымской войны 1853-1856 годов. Интересы России на Ближнем Востоке и на Балканах шли вразрез с устремлениями крупнейших европейских держав. Каждая из этих стран имела собственные цели для развязывания военного конфликта на Ближнем Востоке. Англия и Франция, вступая в войну против России, надеялись сокрушить ее как великую европейскую державу, подорвать ее влияние не только на Ближнем Востоке и Балканском полуострове, но и в Прибалтике. Для французов победоносная война была нужна для преодоления синдрома проигравших в Наполеоновских войнах. Османская империя вынашивала замыслы вернуть территории, потерянной в результате русско-турецких войн конца XVIII-I половины XIX веков. В свою очередь, Россия рассчитывала при помощи победоносной войны решить проблему Черноморских проливов, то есть получить полный контроль над ними и тем самым свободный выход в Средиземное море и далее в Атлантику. Необходимо отметить, что Россия перед Крымской войной оказалась в дипломатическом одиночестве. В феврале 1853 года Россия в ультимативной форме потребовала от Турции признать право русского императора на особое покровительство православным подданным султанам и передать святые места православному духовенству. Опираясь на поддержку Англии и Франции, Турция в мае 1853 года отвергла ультиматум. Россия в июне 1853 года под предлогом защиты православного населения ввела войска в Дунайские княжества. После отказа России вывести войска Турция в октябре 1853 года объявила ей войну. Боевые действия русско-турецкой кампании 1853-1854 годов велись в основном на Кавказе и Дунае и в целом были успешными для России. Но вступление в войну Англии и Франции на стороне Османской империи изменило ситуацию. Войска союзников высадились в Крыму и после героической 349-дневной обороны Севастополя Россия вынуждена была признать поражение. В марте 1856 года в Париже между Россией, Англией, Австрией, Турцией и Сардинией был подписан мирный договор. В соответствии с ним Россия лишалась право покровительства православным подданным Османской империи, а также южной части Бессарабии и получала Севастополь в обмен на возвращение Турции Карса. Наиболее тяжелые условия были связаны с так называемой нейтрализацией Черного моря. Россия запрещалась иметь флот, крепости и базы на Черном море. Проливы Босфор и Дарданеллы по существу попали под контроль Англии и Франции. Тем самым южные границы Российской империи оказались незащищенными. Кроме того, Россия утратила ведущую роль в европейской политике, уступив место Франции. Поражение России в войне выявило ее военно-техническую отсталость в сравнении с ведущими европейскими странами. Многие связывали это с существующим крепостным правом. Таким образом, Крымская война подтолкнула Россию к активизации буржуазных реформ.